Добрый день! С вами Наталья Рожнова. Вы на канале Натали Той Джой. Это вторая часть мастер-класса по вязанию игрушки бычок-боровичок. В прошлый раз мы с вами связали тело бычка, а сегодня займемся всеми остальными деталями. Это нос, глаза, уши, рога, ручки и ножки. Итак, приступим! Первым делом свяжем нос. Для этого берем пряжу розового цвета и, сделав узелок, наберем 9 воздушных петелек. Далее, начиная со второй воздушной петли от крючка, провязываем 7 столбиков без накида. Теперь в последнюю девятую воздушную петлю вяжем сразу 3 столбика без накида. Переходим на другую сторону цепочки и провязываем 6 столбиков без накида. Ну и во вторую воздушную петлю вяжем 2 столбика без накида или делаем прибавку. Связали первый ряд. В нем у нас должно получиться 18 столбиков без накида. Прокладываем нить контрастного цвета, чтобы не запутаться в подсчете рядов. И вяжем второй ряд. Сначала делаем прибавку. Затем 6 столбиков без накида. Потом 3 прибавки подряд. Опять 6 столбиков без накида. И заканчиваем этот ряд двумя прибавками. В этом ряду у нас должно было получиться 24 столбика без накида. Далее вяжем 2 ряда по 24 столбика без накида в каждом. Ну и вяжем последний, пятый ряд. 2 столбика без накида убавка. Повторить 6 раз. В конце сделаем 1 соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. И заканчиваем вязание. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания носа к телу игрушки. Вытягиваем нить. И вынимаем нить контрастного цвета. Нос готов. Набивать пока наполнителем не будем. Сделаем это в процессе пришивания этой детали к телу игрушки. Далее займемся деталями, которые вяжутся из пряжи белого цвета. Это глаза и рога. Начнем с глаз. Они вяжутся поворотными рядами. То есть после окончания каждого ряда делаем 1 воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. Итак, вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец. Набираем 1 воздушную петлю. И провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. Набираем 1 воздушную петлю подъема. И переворачиваем работу. Вяжем как бы с изнаночной стороны. Второй ряд. Делаем 6 прибавок подряд. Дальше набираем 1 воздушную петлю подъема и переворачиваем работу. Третий ряд. Вяжем сначала 5 столбиков без накида. Затем 2 прибавки подряд. И 5 столбиков без накида. Далее обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания этой детали к телу игрушки. И закрепим его. Для этого наберем 1 воздушную петельку и пропустим сквозь нее ниточку. Вот получился такой полукруг. Глаза почти готовы. Нам осталось только спрятать вот этот первоначальный хвостик. Вставляем его в иглу. И пропустим сквозь петли. Все, теперь можно обрезать хвостик. Глазки готовы. Теперь переходим к рогам. Один рог я уже связала. Вот так он выглядит. Маленький, немного изогнутый с одной стороны. Свяжем второй рог вместе. Берем пряжу белого цвета и вяжем первый ряд. 4 столбика без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд. 4 столбика без накида. Делаем это так, чтобы сразу вывернуть деталь. Третий ряд. Прибавка, а затем 3 столбика без накида. 4 столбика без накида. 5 столбика без накида. Теперь давайте спрячем ненужные нам хвостики внутрь детали, чтобы они не мешали. Ну и вяжем последний, шестой ряд. Сначала делаем прибавку. Затем 2 столбика без накида. Теперь убавка. И 2 столбика без накида. В конце делаем 1 столбик без накида. В конце делаем 1 соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания рогов к телу игрушки. Вытягиваем нить и вынимаем нить контрастного цвета. Вот что у нас получилось. Теперь немного набьем деталь наполнителем. Все. Второй рог готов. Рога для бычка. Далее займемся ушками. Одно я тоже подготовила заранее. Вот так оно выглядит. Такое маленькое в виде капельки. Свяжем второе ухо вместе. Берем уже пряжу темно-коричневого цвета и вяжем первый ряд. 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Накидываем пряжу на палец, набираем 1 воздушную петлю и провязываем в кольцо 6 столбиков без накида. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия и вяжем второй ряд. 6 прибавок подряд. При этом вот этот первоначальный хвостик от кольца амигуруми необходимо ввязать, чтобы он не торчал сзади. Третий ряд. 1 столбик без накида прибавка. Повторить 6 раз. В конце сделаем 1 соединительный столбик в первую петлю последнего ряда. Все. Обрезаем ниточку, оставляя хвостик для пришивания. Ухо к голове. Вытягиваем ниточку. Вот что у нас получилось. Далее вставляем хвостик в иглу. Складываем деталь пополам. И сшиваем вместе по 2 петли с каждой стороны. Вот так. Теперь делаем узелочек. И выводим хвостик в начало ушка. Ушко готово. Вот 2 ушка для нашего бычка. Ну и осталось нам только связать ножки и ручки. Они вяжутся совершенно одинаково. Вот 3 детальки я уже подготовила. маленькие ножки и ручки с закруглением на конце и двумя хвостиками у основания. Давайте свяжем четвертую деталь вместе. Берем пряжу темно-коричневого цвета и оставив хвостик примерно 20 сантиметров вяжем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Стягиваем кольцо так, чтобы не было отверстия. И дальше делаем 1 соединительный столбик в первую петлю первого ряда. Затем захватив обе ниточки набираем 6 воздушных петелек. 1 2 3 4 5 6 Далее обрезаем ниточки вытягиваем. Вот у нас получилась маленькая ручка или ножка. Ну все, ручки и ножки готовы. Таким образом у нас с вами есть все детали для будущего бычка-боровичка. Тело, рожки, ушки, ручки, ножки, глаза и носик. На сегодня это все. Ну а в следующий раз мы с вами сделаем сборку игрушки и полностью закончим с ней. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить третью часть мастер-класса. Вяжите с удовольствием. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok